Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Марина смотрела на тест, который купила еще вчера. На нем было две полоски. Девушка улыбалась. Дима, у нас будет ребенок. Это же здорово, мужчина вскочил и обнял девушку. Уже нужно выбирать имен нашему мальчишке. Или девочке. Не обязательно мальчик будет. Нет, будет сын и точка. Муж грозно сдвинул брови. А Марине это показалось милым. Она лишь улыбнулась. На первое УЗИ она ходила сама. Да и рано было еще что-то говорить. Срок был маленький. На второе УЗИ она ходила уже с мужем, но врач их огорчила, объяснив, что ребенок обернулся спинкой и из-за этого не видно, какой у малыша пол. Уже на третий раз, когда девушка собиралась к врачу, муж еще был на работе и не успевал. Она была решила идти одна, но Дмитрий позвонил и сообщил, как ему важно знать, что с их сыном все в порядке и то, что жена не может идти сама. Она ждала. Когда пара пришла к врачу, она заявила им с улыбкой. «Поздравляю, у вас прекрасная девочка». Марина улыбнулась и начала гладить живот, что-то приговаривая дочери. А Дима просто встал и вышел из кабинета. Девушка поблагодарила врача, объяснила той, что муж просто расстроен, ведь уже жил с мыслью, что у него родится сын и пошла в коридор. Но там Димы не было, как и на улице его не оказалось. Она снова вошла в больницу и прошлась по этажам. Никого. Девушка стала возвращаться домой, но возле двери ее ожидала небольшая сумка вещей и записка от Димы. «Ты специально захотела родить дочь. Мне назло. Вот и живи теперь с ней сама». Девушка захотела все-таки поговорить с мужем и стала стучать в дверь, но тот лишь велел ей уйти. Марина поехала к родителям. Вещи Дмитрий ей выслал по почте. Даже подарки, что она ему дарила. Было больно и обидно, но девушка решила, что переживать ей сильно нельзя. Хотя нервы издавали периодически, Марина держалась молодцом. В один день, когда девушка уже с трудом могла спуститься со второго этажа дома, в котором она жила с родителями, она решила выйти на рынок за молоком. Уж очень ей захотелось. Когда девушка пришла на рынок, ей стало плохо и к ней подошла женщина. «Милочка, ты же рожаешь уже!» «Нет-нет, просто жарко немного. Мне еще рано. Поверь мне, я врач уже много лет». Девушки вызвали скорую и уже через несколько дней родители встречали двоих внуков. Марина родила девочку и мальчика. К роддому пришел и Дима. «Марина, я знаю, что ты родила сына. И дочь тоже. Откажись от нее и поехали все вместе домой. Двоих мы не потянем». «Ты что, с ума сошел?» – сказала она. «Пошел вон. Я их воспитаю и сама». Дима ушел. Но через несколько лет встретил Марину и детей. Просил их всех вернуться. А потом услышал, как его дети называют другого папой. Марина снова прогнала Дмитрия и ушла к своему мужу и детям. Теперь она счастлива. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.